Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Данная проблема, с которой сталкиваются пожарные подразделения при вызовах на пожары, ну или даже ДТП, любое происшествие в таких микрорайонах, как Клыково, Дереглазово, Победы, практически постоянно при всех выездах, даже независимо день или ночь, при проезде мы не можем выполнить свою боевую задачу, то есть развернуть высотную технику для того, чтобы можно было спасти людей или потушить пожар. К счастью, в рамках тренировки на проспекте Победы возгорание было условным. Для сравнения, в необходимый район пожарный расчет прибыл за две минуты, а вот к нужному дому, где по легенде учений было ЧП, пришлось пробираться шесть минут, демонстрируя чудеса высшего пилотажа огромной машиной. Сложно маневрировать на такой машине. Граждане оставляют свои машины в таких местах, не соблюдают, не препятствуют друг другу, машины более не сопоставляют, бросают, как им вздумается. Из-за этого возникают сложности к проезду к дому. Опять же, вместо дислокации тревожного вызова, нужно еще проехать через градские артерии полной автомобилей. Поэтому сотрудники МЧС уже совместно с полицией проверили и то, как уступают дорогу водители машинам со спецсигналами. Увы, выполняют данное предписание далеко не все автолюбители. Довольно-таки часто попадаются индивидуальные такие водители, которые препятствуют движению пожарной автомашины. Ну, в большем случае относятся лояльно и соблюдают правила дорожного движения. Если в пути вы увидели машины с проблесковыми маячками, будь то скорая или же пожарная машина, старайтесь уступать по мере возможности, соблюдая правила ПДД. Мы едем на помощь к людям, пострадавшим, не дай бог, конечно, но, может быть, это и ваши родственники. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.